Приветствую вас, уважаемые телезрители! Великий пост в нашем православном мире заканчивается и завершается двумя лучезарными праздниками, лучезарными днями, лучше даже сказать неким двуединым, двухдневным праздником. Это Лазарева суббота, день, когда вспоминаем мы воскрешение Христом его умершего друга Лазаря и вербное воскресение, когда мы празднуем торжественный вход в Иерусалим, совершенный Христом за шесть дней до предания его на страдание и крестную смерть. Но в этом году Лазарева суббота совпадает с удивительным, очень светлым и чистым праздником Благовещения. Фактически, это день, который по-особому церковь чтит. Не зря в народе говорят, в этот день девица косы не плетет, птица гнезда не вьет. Но мне хотелось сегодня размышлять с вами о том, что же такое вход Господень в Иерусалим. Вы знаете, словно прежде, чем вступить в печаль и тьму этих страстных дней, страстных дней, которыми начинается наша наступающая седмица, прежде чем еще раз стать свидетелем страданий Христовых, нам церковь являет подлинный смысл вольной Христовой жертвы, спасительной его смерти. Христос был далек от Иерусалима, когда умер Лазарь. И только спустя четыре дня пришел он в Вифанию и встретился с сестрами Лазаря Марии и Марфой и плачущими и скорбящими его друзьями. И вот в Евангелии от Иоанна подробно рассказывается об этой встрече. Сначала разговор с Марфой и Марией. Обе говорят Христу, Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. И Христос отвечает, воскреснет брат твой. И все же, несмотря на этот ответ, когда увидел он сестер плачущих и пришедших с ними плачущих иудеев, он сам, пишет евангелист Иоанн, воскорбел духом и возмутился. И вот подходит он к могиле, к месту, где лежал Лазарь, и сам плачет. И окружающие говорят, смотри, как он любил его. И Христос приказывает снять камень, лежавший на гробнице. И когда сняли камень, он, по словам евангелиста, воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И вот когда читаешь об этих евангельских событиях, когда вдумываешься в эти евангельские строки, невольно задаешься вопросом, в чем смысл этого события, которое так светло, так радостно, так победно празднует церковь в Лазареву субботу? Как совместить печаль, слезы Христа и эту силу воскресить мертвого? Вот вы знаете, всем своим празднованием церковь отвечает на этот вопрос. Христос плачет потому, что в этой смерти своего друга он созерцает торжество смерти в мире, смерти, которую Бог не сотворил, но которая воцарилась и царствует в мире, отравляя жизнь, притворяя всю ее в бессмысленное чередование дней, неумолимо стремящихся к пропасти. И вот этот приказ «Лазарь, иди вон!» Это чудо любви, торжествующее над смертью. Это вызов смерти, это объявление ей войны Христовой. Наконец, это утверждение, что разрушена, умершвлена должна быть сама смерть. И для того, чтобы разрушить смерть и ее тьму, сам Христос, а это значит, сам Бог, сама любовь, сама жизнь сойдет во гроб, встретится со смертью лицом к лицу и разрушит ее. И дарует нам вечную жизнь, для которой создал нас Бог. И вот на следующий день вступает Христос в Иерусалим. Но вступает не так, как Он вступал часто и раньше, неузнанный, неизвестный, непризнанный, нет. Теперь Он, который никогда не искал ни власти, ни славы, сам как бы говорит и, в конце концов, готовит свое торжество. Он приказывает своим ученикам привезти молодую ослицу. Он садится на нее и вступает в город, предшествуемый толпой, детьми с пальмовыми ветвями в руках. И эта толпа и эти дети приветствуют Его древним приветствием, с которым обращались только к царю. Асанна, благословен приходящий во имя Господне, Асанна в вышних. «И потрясся весь град», пишет евангелист. И эта толпа, эти пальмовые ветки, это гремящее царское приветствие, это ликующая радость. Что значит все это? И почему каждый год мы вспоминаем это событие с такой же радостью, словно мы сами стоим на улице Святого Града и ждем, и встречаем, и ликуем, и повторяем все то же вечное, Асанна. Не думается, это значит, что пускай только в одном далеком от всех нас городе, но Христос был царем, царствовал, был признан народом как царь. Да, он учил о царстве Божьем, о будущем своем воцарении, но вот в тот день, за шесть дней прежде Пасхи, он явил нам свое царство на земле, открыл его людям, призвал их, а с ними и всех нас, стать гражданами этого царства Христова, подданными этого смиренного царя, царя безземной власти и безземного могущества, но всесильного любовью. Ведь мы живем в мире, часто в странах и государствах, где очень модно говорить постхристианский мир, то есть в таких странах, где люди уже отреклись от Бога, где люди заняты только самими собой, дрожащие за свою власть и силу и могущество, и за свои мелкие и непонятные победы. И почти нет в этом мире места Божьей любви, Божьему свету, Божьей радости. Но вот в этот единственный день в году, когда стоим мы в переполненных храмах и поднимаем вербу, и гремит эта царская асанна, мы говорим себе и говорим миру и свидетельствуем, что не умерло, не погибло, не исчезло с лица земли царства Христова, так ярко засиявшее в тот день в Иерусалиме. мы говорим Богу, Ты един, Господь, Ты наш единый Царь, и мы знаем и верим и утверждаем, что победит оно, это царство Твоей любви, Твоей победы над грехом, над злом и над смертью. и что радости этой веры никто не отнимет от нас. И пускай полагают такие люди все свои надежды на силу и на силе, пускай верят только в свое оружие, в тюрьмы и страх, пускай мучают других людей, но не устоит и не устоят такие царства насилия, зла и лжи. Рухнут, как рухнули все прежние царства, как исчезли все прежние властелины. И вот хочется сказать, а Твое, Господи, царство пребудет и настанет время, когда любовью своей ты утрешь всякую слезу с глаз наших, растворишь в своей радости всякое горе, пронзишь светом вечности созданный тобою мир. И вот в вербное воскресенье мы знаем, что после этого торжества своего Христос начнет восхождение к страданиям и к смерти. Но свет, свет, зажженный в этот день, будет освещать и эту бездонную тьму. За крестом и смертью взойдет заря неизвеченной пасхальной радости. Вот смысл и сила этих удивительных дней, когда, завершив пост, мы готовимся следовать за Христом к Его вольной страсти, к Его победному снисхождению в смерть, к Его преславному воскресению в третий день. Христом 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 Субтитры создавал DimaTorzok